едем к маме там мой муж выкопал немножко копать еще осталось и не хватало чего докупили и вот теперь уложим трубы и закопать я осторожничаю потому что дорога очень еду на своем мотоцикле долго я боялась садиться на него нет я сразу села и уехала в кусты потом долго боялась ничего потихонечку езжу магазин езжу сейчас не мой месяц ухаживать за мамой в октябре мне моя очередь все лет у нас сделали дорогу но не везде вот у мамы начало дороги хорошие а потом дальше говорят что выделили деньги все и стратили не хватило денег но обещают на дальше проложить на следующий год но у нас никто не сделает какая есть такая есть ямки и кочки ямки и кочки кто конечно наверно уже посмели они быстрее бы ехали я побаиваюсь здесь не такая высокая дорога велосипеде быстрее меня укатил он и на этом быстро ездит здесь у нас тротуары делают а по дороге щебенка рассыпана ужасно школа возле школы с собой сторон так ладочек сделали туда по селу с одной стороны вообще-то здесь здорово сделали здорово хорошее я прибавила немножко скорости ветер сильно а все приехал у меня вот такая мелкая морковь муж отобрал вот нужно ее сочистить и потереть хорошую морковь мы подвал опустили а мелочь тяжело конечно и чистить она мелковата как золушка мухи жужжат чувствует наверное приближение зимы у меня такого него там вот висит у меня от мух мухоловка но все равно налетели кошмар сколько я сижу на улице на ледней кухне чтобы не было скучно я сейчас вам расскажу одну историю про меня история меня про моего мужа вчерашняя ночь это было не сегодняшнюю ночью вчерашнюю поэтому я вчера так спать хотела где-то по первое проснулась хоть во второе проснулась и смс писали половина первого у меня есть новостная группа села нашего надо было мне проснулся взять телефон в руки надо парень пишет чья бабушка гуляет центре это пол первой ночи я ахнула неужели наша это ушла она туда уходит я вот когда с ней живу когда ухожу за ней много раз туда белого прям сразу же мысль такая что наших но ночью ушла боже мой потом там кто-то пишет как она выглядит ну он написал вроде бы с одной стороны и не подходит под наше описание плащ подходит как он описал а волосы темные он наш седая светлые но она тоже темно но сейчас вся седая и поэтому светлая может быть он ночь была если она была почему-то покрыта просто не смотрел мне такие мысли и он молодой парень может быть не знает нашу маму хотя ее все знают многие знают почти все знают потому что она в соходе комендант обработала не знаю те новенькие кто при приехал только в деревню жить это со временем знают но вы знаете у ночи глаза-то велики мне в голову лезет все на свете сестры написала что за бабушка какая бабушка там ходит у меня у сестры или я отключил или что-то телефон было в общем одна палочка хожу с места себе не нахожу где-то до трех часов я из углового пока муж не проснулся это чё не спишь ты ну показала ему эсэмэски он хватит какая-то другая бабушка ложись спать ну и он зашел в комнату лег и я тоже легла лежу но не сплю не могу лезть в голову все ерунда и потом через сколько-то минуты вижу муж заходит собирайте поехали вот чтобы раньше бы не съездить но я выходил на улицу хотела муж стал хотела пешком идти ну как побоялась мы же далеко от села живем где-то за 3 километров и нужно идти посадкой и что-то струхнула я в общем немножко зашла домой а когда муж сказал поехали я прям обрадовалась быстренько собралась он на велосипеде а я на своем мотоцикле это было около четырех часов уже пока собралась пока муж надумал вот вы какое время до какое время я мучилась поехали благо у меня это фонарь на мотоцикле есть красота дорогу хорошо видно я боялась говорю дорогу у нас не очень плохая боялась как я пройдала оказывается у них ну не оказывается я знала что у меня фонарь она просто не пользовалась еще и включила фонарь в мотоцикле красота гнала конечно наверное на нервную почву я так не езжу вернее раньше не ездила я побаивалась как-то а это ну чему налад приехали дверь открыта входная боже мой это точно она раз дверь открыта у меня такие мысли зашли свет горит на кухне ну она вообще свет да никогда можно сказать пока вот я там с ней она но если встает она без света и я тоже стаю без света мы не включаем свет как-то может ли это было в туалет там или куда мы как цвет не пользуемся свет на ощупь редко кредко на включаем свет а тут свет горит залетаю в это у неё залом зовется на диван глянула пустой ну все это точно она а этот парень он говорит она сказала я с воронежа и он ее отвез в воронеж вот представляете у меня какие мысли говорю где мы будем искать сейчас в воронеже куда он отвез я ему написала он молчит не отвечает наверно уже отвез отдыхает когда я с мамой за мамой ухожу я ее на кровать ложу в комнату когда она одна она вот на этом диване спит поэтому я так раз волновалась муж в комнату зашел в первый и стоит молчит и чуть молчишь ты забегаю вижу макушку торчит все прям успокоился он присматривался мы свет не включали в комнате и присматривался она она маленькая и там не видно было но я увидел макушку она укрылась с головой однако макушка торчала тут я успокоилась конечно что не она была закрыли все поехали домой муж спросил здесь будешь ночевать я говорю нет я там вот поеду ну не мой мой месяц хочется домой утром сестре позвонила приехали домой я выпил таблетку с пока еще возилась возилась москва и так в общем ночь почти я не спала проснулась утром рано в пятом часу мы приехали домой пока уснул он наверно часов 5 было всем я уже проснулась я просыпаюсь 6 или 5 утром позвонила сестре говорю так и так ты представляешь мы в парус наездили сегодня ночью да вы обалдели она говорит и ну как ну вот написали ты группа читала читала не просто читал я их бабушка подходила оказывается она ее видела вот если она мне ответил сразу когда я написала нам бы не пришлось туда ехать она видела это же она как сказала что еле 70 но для парня который конечно не она бабушка потому что он совсем молоденький еще для меня она женщина чуть постарше меня но женщина как сестра сказала ее сразу видно что она неадекватная на ней был одет плащ на халат она раскрыта была темные волосы все правильно как он сказал а будто на босы ногу там по стану халат и все ничего нет нога боссы такой ход ночью у меня вот мы ехали у меня руки замерзали здесь то я тепло оделась а руки открыты были руки замерзали или она с последним то что приехала или правда опоздала на него не знаю куда она собиралась ехать домой отвез я успокоил немного успокоилась что это не наша мама ну за женщину я конечно волновалась потому что и по сегодня не знаю он ничего не пишет куда мы отвез то ли она местная но мы не знали сестра она была не одна они ее не знают и там люди подходили кто не знает ее или новые у нас есть новые купили сама кто-то из новеньких еще мы не знакомы либо она приехала на автобусе и назад в воронеж надо ей как сестра с ней разговаривала это они так неадекватная предлагали помощи она отказывается ни в какую ну уже не с нашел как как их не подход молодой человек который он ее в город отвез ночью представляете и не знаю по адресу на и адрес или просто отвез не знаю ничего только вот такое путешествие у нас было муж называет ночной ранды у это путешествие смеется надо мной ну это ей паникерши ну паникерши я что сделаешь такая и потом если бы это было днем а как-то не так бы страшно а ночью всегда вы знаете страшно мне многие пишут вы закрывайте маму на замок она ходить не будет у нее замок такой внутри она его открывает мы хотели повесить такие замки на весны и закрывать ее хотели уже с сестру ну вы знаете у нее характер кошмарный она окна побьет окна мы можем снять ручки тоже об этом думали ручки она она побьет стекла вот потом записку карман ложись по всем карманам там написали адрес тоже не выход потому что она вытащит эти записки что еще а и браслет одеть на руку сейчас браслет продается где она находится она и сорвет ну такая она у нас неспокойная старушка очень неспокойная вот приходится только следить за ней мы уже думали о браслете думали и ну ничего на не это и думали закрывать ее нет и она у нас очень блудливая вот куда-то и надо рвется рвется и куда-то дойти ходит ну деревне ты в селе все знают и многие знают почти все знают когда приводят когда дорогу показывают домой а когда я бегаю вот если я на это там ночью с ней за ней ухожу я бегаю за ней когда привозят сейчас лето ну лето осень и тепло общем пока не так страшно вот зимой будет сложнее нам не знаю что делать может что подсказывать может кто с этим сталкиваться что нам делать я не знаю очень тяжело кто не ухаживала тут не поймёт а кто ухаживал тот знает что это такое ухаживала сейчас ухаживает вот пишут лежачие а мне кажется лежачий будет легче тяжелее конечно тема что поднимать ее там с памперс менять или что-то ну покормил и она лежит папперс поменял и она лежит а здесь же бегаем бегаем и днем и ночью бегаем и ищем ее собираем она и ночью ходит было уже мы с сестрой ходили и искали как раз я ухаживала звонила сестре у меня с ногой были проблемы они и сейчас конечно есть но сейчас я уже могу ходить прикрамывали но схожу а то я ходил на костылях сначала с бадиком потом не было тяжело такие вот дела незаметно с разговором почти на половину я почистил и вчера вот после той ночи она такая психовная была позавтракала она хорошо а обедать таким психом у меня не стало но я оставила все не знаю но вечером пришла все поедем то ли сама то ли вылила вечно вообще опять начала психовать ну с сестрой со мной она меньше психует бывает бывает она тоже психует я бывает но все равно меньше а вот с сестрой почистила морковку такие малюсяки ноги немного но все равно сейчас помою и потру а потом морозилку ну вот так мне получилось два пакетика ложу и замораживаю